Мы с вами завершились на обсуждение планирующего полета. Завершили наше рассмотрение. Хорошо. Теперь. Второй вариант полета, который освоили живые существа. Активный машущий полет. Который позволяет набирать высоту и регулировать скорость не только за счет движения потока воздуха, а за счет затрат собственных сил. За счет движения крыльев. Ну и давайте посмотрим. Самыми известными, вам известными, активными милетунами являются птицы. Активный полет насекомых явлением очень сложное. Потом я вам дам ссылку на интернет-ресурс. Если захотите разобраться в механизмах полета насекомых, можете там посмотреть. Там десяток разных механизмов. Все далеко не так просто. Да и для птиц на самом деле далеко не так просто. Но если я крайне упрощаю картинку, что мы получаем? Во-первых, крылья у птиц превращаются в видоизмененные передние конечность. Вот всем понятно. Конструкцию лапок. Все помните переднюю лапку? И так. Название отдела. Название отдела. Название отдела. Отлично. Значит, что происходит у птички? Во-первых, несущие плоскости образуются передними. Роговыми образованиями, которые формируют покровы. И к основанию каждого пера подходят свои мышцы. Это значит, положение пера фиксированное или его можно менять. Можно менять. Можно менять. Роговыми образованиями, связанные с полетом, так и будет называться полетное перение, состоит из самых жестких и мощных перьев. Те перья, которые сидят на крыле, называться будут маховые перья. Но дело в том, что с кистью у птиц возникает некоторая проблема. Мы подробнее с вами об этом поговорим, когда будем рассматривать гипотезы происхождения птиц. А без этого нам не обойтись, окажется. Ну, представим себе, что от каждого пальчика идет кучок перьев. Кучок длинных жестких перьев. В результате возникает стим, похоже на перьев. Если вы вот так свели пальчики, что с площадью веера? Влечил месяц. Да, ну практически свелась к нулевой, потому что все дело прижалось к предплечию. Если вот так и живет. Влечился. Да, увеличился до максимума. Все это вроде бы славно, можно регулировать площадь крыла. Но возникает большая проблема. Если мы на условии набегающего потока воздуха пытаемся молниеносно, как можно быстрее, закрыть и открыть веер. Какая опасность возникает? Пальцы. Да нет, ну просто передо начинают пучок на пучок залезать. А, и не пучок. Значит, удастся ли нам одним движением быстро и точно закрывать и открывать такой веер? Не, не удастся. Поэтому что происходит у птицы? Редукция вот этих двух лучей. Сколько пальцев остается? Всего три. При этом по-настоящему развивается только один из них. Вот этот. Вот он, третий центральный луч. Вот он, птиц гигантский. Отлично развивает. Вот от этого луча осталось малюсенький остаточек. Маленькая неподвижная козочка. Ну и еще через несколько десятков миллионов лет этот остаточек может полностью исчезнуть. Он никак не важен, ни в какой степени для работы крыла. А вот этот пальчик, хотя и стал маленьким, но вполне себе остался активным. У него две половины. От него отрастает свой собственный пучок кирик. Вот основные кирик крыла вот так сюда идут. Вот так. А вот один пальчик в свой пучок. Зачем нужно? Как у самолета. Да, да. А точнее. Закрылки. Закрылки на самолеты стали ставить на самолетное крыло. После того, как разобрались с конструкцией работы птичьего крыла. Положение вот этого пучка перьев, ведь его нужно отвести, перевести, приподнять, изменить его угол. Это положение регулирует подъемную силу вот этой части крыла. Так? Это важнейший регулятор, пожалуйста. Поэтому этот пальчик когда-нибудь исчезнет? Нет. Нет, у него очень важная задача. Отлично. Получили. А теперь? Теперь оказывается, что махия, да и вообще на самолеты крыла у птиц, делится на две разные порции. Вот махия, которые идут от срожившихся костей запястья и пястья. Кости запястья и пястья у птиц расстаются, образуя единую систему, пряжку. И дальше идет вот этот длиннющий третий луч. Вот эти хвости, с ними связаны так называемые махи первого порядка. А вот сюда, к плечу, подсоединены тоже маховые перья, но их будут называть уже второй порядок. В чем дело? А у этих участков крыла разная задача. Махи второго порядка работают просто тупо, как самолетное крылье. То есть они создают подъемную силу, которая держит птицу в воздухе. Так? А задачка махов первого порядка? Они создают силу, которая толкает птицу вперед. То есть это движители. Вот эта система, движение крыла в этой части, создает силу, толкающую птицу вперед. А вот это просто несущая поверхность. Отлично. Ну вот это пару слов по поводу конструкции крыла птиц. Ну а теперь, летящие птицы видели? Власть. Видели. Отлично. Подняли крылышки, опустили. Подняли, опустили и вперед полетели. Славно. Скажите, пожалуйста, а с вашей точки зрения, так скажем, какое движение должно птицей производиться с большей нагрузкой? То есть затратой большей энергии. Подъем крыла или опускание крыла? Опускаем. А почему? Ну, потому что вращается, разобретая, что такое внизу давление будет. Именно так. Дело в том, что при опускании крыла воздух отбрасывается вниз, а, соответственно, по третьему закону Ньютону, что с телом птицы? Вверх, в противоположную сторону. Все славно. Значит, самые мощные мышцы должны приводить к опусканию крыла или подъема? К опусканию. Конечно, к опусканию. Отлично. Делаем поперечный разрез тела птицы в районе ключевых суставов. Ну, там, где крылья прикреплены в туловище. Славно. Так. Продольная лусь. Ну, во-первых, давайте друг на друга посмотрите. У нас с вами плечевые суставы находятся... Ну, а, представьте, вот это я лежу головой к вам, да, на животе. Вот это я, да? Мой плечевой сустав будет находиться вот в этой точке. Один, два и три. В какой точке находятся плечевые суставы у человека? Три. Два. Два. Ага. Три, это значит, вот здесь, с стороны спины. А, почему вы сверху? Вот, я вот так лежу. Два. Ага, ясно, что они у нас вот здесь, да? Теперь смотрим, какая возникает проблема. Ну, мы с вами ненормальные тетроподы. Дело в том, что наши предки оказались нарушителями, они взяли и встали на вины. А вообще-то тело тетроподы рассчитано на какое положение? Слышно. Ага. Значит, масса проблем с человеческим здоровьем связана как раз с двумовостью. Да? Обычно упоминают преимущества двумовости. И очень редко идет разговор о том, какие ограничения и проблемы возникли у нашей с вами линии, у линии Кома, в связи с двумовостью. Так? А таких проблем огромное количество. Целая сеть, причем ветвейшая сеть, больших проблем, да. Бегаешь медленно, когда она будет? Не очевидно. Ну, как, больше сопротивление воздуха, когда бежишь, тем больше вот такая. Ой, ребят, воздух настолько неплотная среда, что сопротивление воздуха при движении не является главной причиной. Здесь другое. Другое дело, если бы они через воду бежали. Там действительно лобовое сопротивление, это было бы очень важным показателем. Здесь сложнее все является. Давайте другую вещь посмотрим. Ну, вот я постараюсь принять примерно такое положение, которое и должно занимать тело четверонокого. То есть позвоночник перпендикулярно к земле или параллельно? Параллельно. Параллельно, отлично. Хорошо. И вот теперь полетные движения птиц. Птицы при полете делают вот такие движения, да? Согласны? Да. То есть передние конечности сводят под телом, да? Стороны брюха, а потом поднимают. Ага. Обратите внимание, а поднять выше руки я могу или нет? Нет. А в чем дело? Лопатки мешают. А лопатки мешают. А птица? Нет. Лопатки не мешают. Ага. Внимание, это строится проблема. Нет, нет, лопатки. Почему невозможная вещь, отсутствие лопатки, птицы, Ну как-то плечевой пояс нужен. Ребят, в полете весь вес тела подвешен крыльям. Можно ли ослабить плечевой пояс? Нет. Крылья от ловится. Ну то есть тело будет само по себе, а крылья сами по себе? Это не самый лучший вариант. Он находится выше. Ага. Чтобы лопатки не мешали, что с ним происходит? У нас с вами лопатка широкая, вот такая вот, от плечевого сустава. Вот она имеет большую площадь, подвижная связь с сиромским жиром. У птиц ширина лопатки резко уменьшается. Вот никакие лопатки. Но для того, чтобы сохранить приличную площадь, какое измерение лопаток увеличивается? Ширину и длину. Лопатки у птиц от плечевого сустава идут до крестца. Если бы у меня были лопатки такие же, они бы кончаются вот здесь. Так? Такая форма лопатка определяется как кинжаловидное. Они действительно похожи на кинжалы. Узкие и глинные. И идут с двух сторон от позвоночника. Так что плечевой сустав у птиц вот здесь. То есть, курица не может там согнуться спину или разогнуться? Ну, как это? Об этом отдельный разговор. Ни одна птица не может спину разогнуть. Вот сейчас мы разберемся с кругом. После этого с спиной поработаем. Итак, вот пошли плечевые хвосты. Ура! Заложили. Хорошо. А теперь, кто может подойти к доске и подвести мускулатуру, прикинуть, как должна проходить мускулатура, опускающая крыло вниз, то есть делающая вот это главное движение. Итак, желающим подойти, взять цветной мелочек, вот синюю, нарисовать мышцы, точки крепления мускулатуры, опускающие крыло вниз. Давайте, давайте, вперед. Синий, берем. Синий, синий, чтобы отличаться. Ага, славно. Общая идея понятна. То есть, вот одна точка крепления, и вот сюда вторую движение. Значит, одна несообразность появляется, сейчас сами увидите. Вообще-то, в рабочем режиме грязь мышцы может уменьшаться всего в два раза. Так? Скажите, какая амплитуда движения кровалого? А ну-ка, попробуйте внести исправление, так чтобы все-таки амплитуда была широкая. К сердцу? Нет, нет, нет. Не знаю, по-разному. А что у нас есть? Стоп, здесь что? Я сердце. Я внутри арку. Да. Можно ли туда проводить всеполезную мускулатуру? А может быть, на живот? К позвоночке. Так, стоп, вот давайте мы с вами разберемся с внутренним разрезом. Вот тело пузвонка. Вот невравильная бугра, здесь идет спинной мозг. Вот ребра. Это лицепейки, поперечные. Вот, летит уник. Так, мы взяли и сделали вот такой разрез через плечевой состав. И смотрим спереди, что мы видим на этой картинке. Вот точки крепления крыльев. Вот они, ключевой состав. Это понятно? Да. Так, отлично. Вот этот позвоночник, вот это ребра, вот здесь что? Конкретно какие органы? Сверхи и сердце. Лерьки и сердце. Это передняя часть полости тела. Лерьки и сердце. Согласен. А как называется вот этот скелетный элемент, на котором срастаются ребра? У нас это уже есть. Вот тут ребра и стороны живота, они срастаются вот на этой кости. Ну, ну, ну. Грудина. Грудина. А, нет. Грудина. Грудина, вы совершенно правы. Грудина. Правильно. На ней срастаются передние и ветки ребра. Все понимают, что это такое? Да. Слышите? Ага, здесь неменькие ткани, здесь вот такая у нас с вами пестинная вставка. К ней как раз прирастают, а передние ветки ребра. Отлично. Хорошо, и так, здесь у нас легкие сердце, суда мышцы ни в коем случае вести нельзя, в запрет. Ну-ка, давайте совершенствуйте вашу мускулатуру, обстоящее крону. Вот так. А к чему крепление будет важно? Слышно. Кожа? Нет, нет, ну, внутрь, конечно. Стоп. Грудинка. Грудинка, естественно. Давай, можно? Ну, если началась вообще-то, если кредина куда-то берет вперед, есть, как вы не сможете, снять ее, сюда. Ага, 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 слабо. А для того, чтобы увеличить площадь крепления рядной мышцы, вот в такой выставке на грудине вырастает. Так, подождите внимание. Ага. Он идет вдоль тела птицы, ну, он вот так вот торчит. Такое ребро, торчащее от позвоночника в сторону живота, да? От грудины вниз. А кто понимает, зачем надо увеличить площадку для крепления полетной мускулатуры? Причем, как вы видите, очень сильно увеличиваем. Вон, какую для нее базу выдвинули. Чтобы больше мастер прикрепил. Ребята, давайте отыграем вот такую штуку, да? Я решил повисеть на потолке. Ну, вот возникло у меня такое желание. Я взял кончик пальца, намазал суперклеем, поставил на парку стул, залез на стул, прижал кончик пальца к потолку и стул вышел. Так, что со мной будет? Поверяйте. А я отвалюсь, при этом суперклей прочно, он же держит. С пальцем? Не с пальцем. У меня оторвался кусок кожи. Кусок кожи остался на потолке, а я упал вниз. Отлично. Второй вариант, я все-таки хочу висеть на потолке. Я взял и намазал обе ладони суперклеем. Так, поднял стул, подвел и обе ладони прижал к потолку. Стром подвить. Подумай. Что у меня с нагрузкой на единицу площади поверхности. Она уменьшилась. Уменьшилась в пропорциональном возрастании площади. Если мы ставим очень сильную мышцу и даем для нее малюсенький участок крепления, то в ее рабочем состоянии что произойдет? Она просто оторвется от кости. Она просто оторвется от кости. Поэтому, если мышца по-настоящему мощная, что надо сделать с площадкой крепления? Увеличить. А вот теперь? Вот теперь давайте посмотрим. Находим мы кости каких-то ископаемых животных. Так? Во-первых, площадки крепления мышц должны быть зеркально-гладкие или лучше сделать их неровными, шершавными? Внимание. Площадки крепления... Неровными. Зачем? Чтобы можно было слоить. Больше слоить. То же самое увеличение площади поверхности. Хорошо? Вот беру я несколько костей от разных животных. Так? Один вид, но просто разные экземпляры. Да? Беру одну и ту же кость от животного Васи, Пети, Маши, Марии Ивановны и так далее. Вот они у меня лежат. И смотрю, у одного площадочка для крепления мышц вот в этом месте маленькая и неровности слабо выражены, у другого площадочка побольше и неровности сильно выражены. Что сразу можно сделать, какой вывод? Вот по такому пустяку можно сделать. А то, что второе, это Мария Ивановна и первое, видите? Вах. Да. А это почему? Ну, Мария Ивановна, наверное, больше. Она старше. Она старше. А вдруг Петя культурист и качает железки. А, да, да, да. Так что вывод-то как должен звучать? Что мышцы сегодня более разные. Да, более разные мускулатуры. А вот теперь внимание. Важнейшая штука, связанная с мышцами. Дело в том, что в нашей скелетной мускулатуре работает одно правило. Мышечные клетки не имеют права объединяться в парамузике. То есть они никогда не выстраиваются вот так. А как они выстраиваются? Они выстраиваются вот так. Все мышечные клетки развивают при полном сокращении примерно однако усилие. Так что скажите, пожалуйста, от какого геометрического параметра будет зависеть сила сокращения мышцы? От ее длины, от ее объема или от чего-то другого? От площади поверхности, которая... Ой, от площади? Ну, кости, которые... Нет, я говорю другую. Ну, а как поберечного размера кости? О! Площадь поберечного сечения. Вот у нас мышцы, да? Так, рассифли поперед, да? Так? Начали. В чем дело? Если мышечные клетки стоят параллельно друг к другу, то усилие будет суммироваться. Но чем больше вы их наставили, тем больше площадь перечного сечения. Вот это ясно? Да. А вот от длины мышцы ее силы зависит ли у меня? Нет. Никак. То есть на самом деле самая сильная мышца, это мышца толстая. А длина мышцы вещь 25. Смотрите, почему это важно. Если мы знаем, что к этой кости, как мы говорили, приросла сильная мышца, Можем ли мы прикинуть примерно толщину мышечного слоя, лежащего в этом месте? Можем. А значит, берем стилетик, смотрим степень развития площадок прикрепления и дальше начинаем из пластилинчика, из пластики или сразу в компьютере, используя программу 3D, прикидывать, о какой толщины мышечные слои шли в этих местах. Понятно, как прикидка делается? В каком случае ставим более толстый слой в этом месте? Большая площадь? Да, требуется больше. Если участок крепления имеет большую площадь, и он более хороша, ясно. А если участок имеет меньшую площадь, и он более гладенький. Меньше мышц. А это значит, что там мышца была подмышей. А смотрите, что мы тогда получаем на основе скелета. Мы взяли, облепили его. Что мы получили? А мы получили форму тела зверя. Jurassic Park, видели? Да. Или какие-нибудь фильмы с реконструкцией динозавров и всех прочих. А как же интересно восстановлен внешний вид зверя? Ведь остались-то от них только отменевшие кости. Именно падают кости. Именно так. Именно так. А реконструкция человеческих лиц – работа школы Герасимова. Не видели? Ага. Ага. Начиная от древнейших предков человека, кончая там Петром I, извините. Не Петром, а Иваном Грозным. А как по черепу можно реконструировать внешность человека? Какой войдет в черепу, скажем. А ровно так же. Ровно так же. Вот в этом районе проходит зона крепления жевательной мускулатуры. Значит, что именно здесь легко проверить вот как. Положите вот так вот пальчики между ухом и глазом и подвигайте нижнюю челюсть. Пооткрываете, позакрываете. Вы чувствуете, что у вас под пальцем перекатываются мышцы? Угу. Угу. Они веером проходят под скуловой дугой и крепятся вот примерно по этой линии к черепной капсулу. Хорошо. Если у человека они мощно развиты, как будет выглядеть вот эта площадка крепления? Она... Очень шероховатая. А если неплохо развита? Гладкая. Она гладкая. Значит, в зависимости от этого на височную долю накладываем более толстый или более тонкий слой пластика. Отлично. Теперь, есть у нас мускулатура, которая двигает, допустим, насобудную. Вот это с плавочками. Вообще нет? Есть. Разумеется, есть. Если она хорошо развита, какой степени развита шероховатость на площадках крепления? Сильнее. Сильнее. Так можно прикинуть, какой толщинный слой пластика накладывается по этой ману. Угу. Понятно? И так далее. То есть основы лица, бод черепа, восстанавливаются как раз благодаря вот этому наблюдению. То площадь и шероховатость участка крепления зависят от силы мышцы, а значит, и от толщины. Ладно. Зачем у нас был такой запуток? Для того, чтобы быть вот на эту мускулатуру. Если мускулатура опускающая крылосфер сильная, какую площадку для укрепления надо ставить? Можем. А в романе. Поэтому по степени развития гиля всегда можно судить по степени приспособленности данного вида птиц к полету. Если киль хорошо развит, перед нами остатки хорошего летуна или плохого, а если грудина гладкая? А значит, вообще ли так не мог? А теперь догадайтесь с двух раз. Из современных птиц лучше всего развит киль у кого? У маленьких птиц. Ну да, потому что они часто в калибре. В калибре хорошо развит киль, ваши идеи, правда, существовали. Но этот вопрос, погнали, что нет. А у всех кто все лет летает вообще? Переет. Переет на час. И размножаются на лету. Не, ну, об этом. То есть кто больше всего летает? Больше всего летают парители. Птицы открытого океана. Нет, нет. Именно которые махают. Махачешься. Ага, ага. Так, отлично. А вы понимаете, какие энергозатраты на ваш еще полет? Есть им сколько надо? Очень много. А есть им? Правда? Орелочек. Нет. Может, вон это видит, как с ним. У пингвинов. А почему у пингвинов? Полетная мускулатура у них не просто мощная, у них сверхмогучая полетная мускулатура. Да? Я воду больше не знаю. Дело в том, что пингвин плывет в воде за счет работы каких своих органов? Крылья. Он не лапами в воде плывет. Лапа – это рулинь. Он летит сквозь волну. Да? А какая среда плотнее? Воздух или вода? Вода. Соответственно, нагрузки на крылового у кого выше? Ребят, несоизмеримо выше нагрузки на крылового пингвина. Поэтому масса полетной мускулатуры у пингвина достигает четверти массы тела. Вот лично вы сколько весите? Ну, примерно. 52. 52. Четверть от вашей массы – это сколько у нас будет? 14. 14 килограмм. Вы себе представляете кусок мяса на 14 килограмм? У вас хоть одна мышца такая есть? Тебе нет. Да ничего даже ягам подобного нет. Так? Мощность полетной мускулатуры действительно гигантская. Крепится она сюда. Четыре не нужно. Что? Четыре не летать, если у них такая сильная мускулатурная. Простите, а площадь крыла у них такая? Ага. Попробуйте полететь по воздуху посреди имеющей малую плотность, имея малую площадь крыла. Какую порцию воздуха на каждом взмахе вы будете отрасывать? Очень. А ну и куда вы полетите? То есть пингвины отлично летают сверху вниз. В другом направлении они летают, ну как бы сказать, как я, примерно, да? А, извините, а рыбы? Они все, все они телом только были, вот, рыбы? Они же тоже мотер такие, у них есть плавники. Но у них нет крыльев. Нет, 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 нет. Стоп, ребята. Принцип проталкивания вперед у пингвинов и у рыб абсолютно различен. А у тюлений тоже? У тюлений он близок к рыбе ему, но очень хитро изменен. Ага. Значит, кто слышал такой термин индуляция? Ну, на самом деле, змееобразное изглевание, вот такое изглевание. Да, я так понимаю. Если мы на рыбу смотрим сверху, то основная система сил проталкивающих телу рыба через воду формируется при вот этом изглевании, так? Понятно, что это один из кадров? Конечно. Дальше что произойдет? Дальше вот эта вот волна сместится в эту часть тела. Вот так. Ну и так далее. Волны пробегающие вдоль потелу. На конце кондулирующаяся система ставим широкую пластину, хвостовой плавник, и в результате каждой волны порция воды отбрасывается назад. Да. Ага, отлично. Вот это древнейшее исходное движение, модуляция, древнейшее исходное движение всех позвоночников. Да? На самом деле, первые третроподы по суше двигались точно так же, модулированные. Ящерицы и тритоны до сих пор ходят не руками и ногами, они ходят спиной. За счет модуляции движения вперед происходит у них. Ноги это просто подкорки, не более того. А в чем отличие кипов и уостановья тюлени? Они тоже модулируют, но в другой плоскости. Рыбу модулируют вот так, а киты вот так. То есть не вертикальной, а горизонтальной плоскости индуляционной волны. Как видите, принцип совершенно другой. Ничего похожего на машущий полет в данном случае нет. Хотя у морских котов, допустим, возникают варианты передней ласты, передней конечности, действительно становятся здорово похожи на крылья. И там возникает вариант, похожий на полет сквозь волны. А у львов у морских, да? Еще раз. У львов у морских. Да, да, да. У моржей нет. У моржей нет. Моржей это вообще отдельная группа. Они совершенно особенным путем. Хорошо. Итак, получили. Получили это хозяйство. О, а кто может прикинуть, как крепится мускулатура, которая бы поднимала крылья? Я желаю, что будет облом. Да. Умница, логично, правильно. Только облом при этом все равно. Хорошо. Облом и сейчас. Ну почему облом? По определению. Садитесь. Дело в том, что вот эту хитрость логически вывести невозможно. Это надо знать. Эволюция один из первого порядка создала летающие птицы. Известны на данный момент огромное количество попыток эволюционных. Ну, то есть тоже динозаврики, которые пробовали осваивать полет по разному. И у большинства из них полетная мускулатура крепилась именно так, мышца, поднимающая крылья. Лучше и логически. Вот давайте полноценное это объяснить. Можно будет только после того, как разберемся с дыханием птиц, с вентиляцией млеки. Почему, оказывается, эффективнее и лучше совершенно другой подводок эволюционных мускулатуры, поднимающих крылья. Абсолютно другой. Который, в общем, достаточно сложно сразу себе представить. Вот просто это мы пока с вами зафиксировали, что на самом деле эти мышцы по-другому птиц современно. Ясно. А вот теперь одна из самых главных сегодняшних задач наших. Никто не понимает, на какую серьезнейшую проблему мы на этой схеме налетели. Проблема серьезнейшая, которая должна убить всех живых существ, пытающихся двигаться по этой схеме. Так, а что с ребрами? Они же мышцы закопают. Уже неплохо, при сокращении мускулатуры сложно двигать ребрами. А они вообще же скреплены? Тем более они же закреплены. Грудиной. Они же скреплены. Ну а как же они закреплены? Дело в том, что вот эта часть ребраника, стена хрещевая, а хрещ материал дикий у нас с вами ровно так же. Суставы вот здесь, окрепление от груди, еще из хрещевого штаба. Так что ребра-то, конечно, поджимает. Но вот то, что вы сказали, действительно очень важно. Скорщающаяся мускулатура ограничивает подвижность ребра. А ведь у нас дыхание-то за счет движения ребра. Ага. Больше противоречия, но это не самое страшное. Ну, с реврами тоже. Ага, вас учили раскладывать силы по параллелограмму. То есть вектора раскладывать силы? Классно. Решаем задачку на вектора. То есть вот эту схему чертить вовсе не обязательно. Вот у нас одна точка прикрепления А, вторая точка прикрепления В. Мы знаем, что мышцы сокращаются. Разложите, пожалуйста, возникающее усилие по векторам. Мышцы стали сокращаться. Возникает вот такое усилие. Разложите его по векторам. Никто не понял пока? Давление надо? Не только. А, на сердце. Смотрите, ребята, что происходит. При сокращении мышцы, на самом деле, вот, мышцы, отпускающие кругу, происходит не одно действие, а два. Ну, во-первых, конечно, плечевые опуски отпускаются. Ну, во-вторых, реально, что стремится сделать мышцы? Она стремится приблизить плечевой сустав грудиня. Вот она сокращается, притягивая плечевой сустав грудиня. Так? И это сокращается, притягивая плечевой сустав грудиня. Угу. А что будет, если они таки притянутся? А, стремятся вот так, вверх. Будет раздаривание плечи и сердце. Это понятно? Да. То есть, если мы разложим дело, у нас возникнет пара жидкоров. Раз. Два. Причем, работает на полет, только этот вектор, это ясно? Он опускает, поднимает кругу. А вот этот? А этот однозначно пробует сжать плечи. Так? Ну, на самом деле, если легкие сердца раздарлены, то не особо важно, в какой плоскости. Так? То ли их раздарило вот так, то ли их раздарило вот так. И сход-то все равно один и тот же. Конечно. Вопрос. Если ставим сильным мускулатуром, у нас с вами все раздарено к черту. Если слабую, мы не полетели. Почти еще одна сильная мускулатура, которая будет сжимать мышцы. Вперед, к доске, пробуем подвести. Заодно, чтобы сохранить возможность к полету. Ну, допустим, вот. Вот так. А может... Вглубь? А вглубь это к сердцу. Нет. Ну, смотрите, если этот вектор давится туда, то есть мы должны сделать так, чтобы наоборот разошелся. Отлично. К чему крепить будем? Вон там, к березе? Нет. Уже не плохо. Значит, куда-то к телу. Ну, на этом. Вот если распорку так, то как вы можете поставить. Угу. Классно. Ставим распорку. Распорку к чему крепит? Ну, вот так же. Ага. Если вы закрепили крыльями, то я посмотрю, как вы при этом махать крыльями будете. К которым приклеена распорка, да? А если вот, как показано здесь, ну, мышцы же прикрепить, то тогда, когда они будут, ну, сужаться, они ничего делать не будут. Не сужаться, мышцы не умеют. Ой, не сужаться, сокращаться. Они сокращаются и идет так вот. Так. А чтобы не сопротивление было, и не сделать камень, ну, тогда как-то, ну, по типу такого, что давай. Не, 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 так не по типу такого. Проводя мускулатуру, рассчитывая усилия, всегда, пожалуйста, одну точку крепления, другую, и направление действующей силы. Только так. Нет. Должен вас предупредить. Без внешней березы или без внешней сосны такая задачка не решается. То есть, можно, конечно, взять и перевязать эту систему веревкой куда-нибудь, там, к внешней точке, но тогда птица будет нарезать круги вокруг своей вот этой точки, а отлететь она куда-нибудь сможет? Нет. Да не дай бог. Не решение. Как это ни странно, все необходимые решения вы уже знаете. Как не дать полетному кулаку раздавить грудную клетку? Смотрите, а при падении может что-нибудь надо использовать? Не знаю. В смысле, вот она обзмахнула крылья, пока она их верх не... И тут же камень ниже. Бабах! Ясно, что после этого не важно, что там в сердце. Пока их верх принимаешь, а противодействует... Не знаю. Что-нибудь там будет? Ребята, а сколько скелетных элементов входит в поиск передних конечностей? Сколько скелетных элементов входит в поиск передних конечностей? Лопатки раз, пара лопаток, ключицы два, и я говорил, третья пара вороньи кости карапоиды. Точно. Отлично. При этом ключицы и карапоиды откуда куда идут? Вспомните, мы вчера чертили, открываем скелы, смотрите. Откуда куда идут ключицы и карапоиды? От плечевых вставок. От плечевых вставок в центральной линии тела. Да. А на центральной линии тела у нас что? Грудимая. Грудимая. В результате вы у себя прощупаете ключицы от плечевого вставок куда идут? Грудимая. Грудимая. Это ясно? Ясно. У нас с вами, млекопитающих, карапоидов нет. Это отдельная тема, почему они исчезли. А у всех остальных параллельно ключицы могут карапоиды. Попробуем прикинуть этот маршрут. Обратите внимание, вот лопатка. Вот карапоид. Нет, 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 нет. Карапоид выдвинут вот сюда. Легкие начинаются за ними. Вон там. Карапоид образовал перименную стенку. Обратите внимание, он встал параллельно действующей силы. В результате возникает вот это усилие, которое пытается сжечь грудную клетку. Удастся или не удастся это действие? Нет. Какая система заблокирует карапоиды? Карапоиды. Отсюда и второе название, воронье костя. У птиц карапоиды развиты не отличающие сильно. Это распорки, которые не дают сломаться в грудной клетке. Еще интереснее ситуация с ключицами у птиц. У нас с вами ключицы идут от ключевого сустава к грудине. А у птиц они не такой грудина. Смотрим, что с ключицами. А с ключицами у птиц вот что. Начинаются они в районе ключевого и здесь. Идут вроде бы как к грудине. Вот так. А потом делают вот что. Перед легкими срослись. То есть они срослись все больше? Срослись вообще не прикасаясь к грудине. Вот этот единый стелетный элемент у птиц будет называться вилочкой. Смотрим, как работает вилочка. У нас же есть еще вот эта часть вектора, которая пытается не просто не вот так сломать грудную клетку, а в каком направлении. вот так. Отлично. Птица опускает крылья. Почему плечи не сходят? Потому что вилочка пруживает. Но это усилие сжимает вилочку. Сжимает вилочку. Теперь птица расслабила эти мышцы. Что делает вилочка? она отдает запасенную энергию, позволяя облегчить обратное действие. Понятно, что это у вас аккумулятор механической энергии работает. в результате. Видите, что крепление полетной мускулатуры, которая позволяет вести нормальный мазущий полет, штука очень хитрая. И просто так взять и там решить, произошла мутация, выслула новая пара конечностей, и они взяли и стали крыльями. Взяли и стали крыльями, немедленно лопнула грудная клетка. Потому что, кроме того, что менять крылья, необходимо весь, всю вот эту конструкцию менять. Так? Скажите, а третья пара конечностей может вот такие предохранительные поставить? я не знаю, здесь же сердце и легкие, исключено. Понятно, что вот эти предохранительные не стоят. Отлично, разобрались. Смотрите, что мы сделали с вами. Мы составили общий список черт-дракона, как они известны, так? И попробовали разобраться пока что только с очень вроде бы мирными вопросами, отнюдь не самыми фантастическими. Отнюдь не с трехголовостью, отнюдь не с огнетыхания. Ну, взяли полет молодые летающие существа. И тут же обросли массы проблем. Оказалось исключительно сложно наладить систему подведения полетной мускулатуры, оказалось необходимым глубокое изменение обмена веществ в теле, теплокровность, оказалось необходимым изменение сердца, дыхания, пищеварительной системы и тому подобное. На самом деле самые глубокие преобразования у птиц произошли, вероятно, в дыхательной системе. Я вам уже упоминал, что дыхательная система у птиц работает вдвое эффективнее, чем у нас. На следующем кусочке мы с вами рассмотрим как раз дыхание. Так? Какое лучше всего иметь дыхание для лютона? Поскольку дракону без такого дыхания просто не обойтись. Зверь здоровый, мощный, без обмена у него должен идти просто иначе не протянет. Продолжение следует...